Итак, мы начинаем сегодня. Это книга Деяний, 22 глава, 23 стих. Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух. Как вы помните, апостол Павел разговаривал с евреями в Иерусалиме. Когда он сказал, что Бог его посылает к язычникам, то они начали кричать, что этот человек должен погибнуть. У этих людей было религиозное рвение. Мы с вами видим понимание Павла, что и евреи, и язычники должны быть вместе в едином теле Христа, и Бог ему говорит, что «я тебя пошлю к язычникам». И они были очень рассержены этим. В 24 стихе тысяченачальник, римский предводитель, он взял на себя ответственность в этом деле. Тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. То есть, это интересный порядок, что командир сказал, что он должен быть задержанным. Это означает, что с задержанным человеком, он будет рассказывать правду. Он будет рассматривать и спросить вопросы, и узнать, кто он действительно и почему он имеет этот вопрос. Получается, что он хочет не то, что допросить его, а в общем-то пытать его при помощи плетей, бичевать его, чтобы узнать, а почему такое произошло. Это один из путей, каким образом получают информацию. Именно это они собирались сделать. Но вот в чем дело. Это было незаконно, такое действие, потому что Павел был римляном, римским гражданином. И я в этой всей истории вижу очень интересное обстоятельство, ценность римского закона. И может быть, такое же происходит и в наших странах. У нас имеются законы, и они защищают нас, потому что мы живем с вами в темном и злом мире. Потому что мы видим в этой истории, что имеется религиозное рвение, и оно может убить Павла. И есть римский закон, который может его сохранить. 25 стих. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоящему сотнику, «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Да, это очень интересный вопрос. Это говорит о том, что нам нужно бодрствовать в отношении тех правил и законов, которые имеются в государстве, когда нам необходимо, мы можем воспользоваться правилами и законами, которые существуют. 26 стих. Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря, «Смотри, что ты хочешь делать. Этот человек – римский гражданин». 27 стих. 27 стих. Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он ответил, «Да». Здесь имеется определенная классификация и был высокий статус в Римской империи у Павла. Тысяченачальник отвечал, «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Это интересное заявление, потому что это звучит, как командир сказал, что он получил римский гражданин через деньги. Не, что Павла сделал, но командир получил гражданин через много денег. Суть такого интересного предложения, которое произносит тысяченачальник, заключается, что это не у Павла было приобретено гражданство при помощи денег, а тысяченачальник приобрел для себя такое гражданство. И вполне возможно, когда тысяченачальник поделился своими обстоятельствами, он надеялся, что Павел ответит так же и скажет, «И я тоже купил». Но Павел сказал, что, что касается меня, я был рожденным гражданином Римской империи. И это означало, что его семья имела имение земельный надел. И это обозначало, что его отец также был гражданином империи, у него была земля, и он мог голосовать. А когда Павел родился в той семье, то он автоматически стал римским гражданином. Двадцать девятый стих. Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его, а тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. Но у тысяченачальника все еще было это желание получить ответ, «Так кто же такой Павел?» И почему на него была разгневана так толпа? На другой день, 30 стих, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, он освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведя Павла, поставил его перед ними. То есть, все выглядит так, что римляне ищут информацию по поводу этого дела. Что происходит? Мы хотим узнать, что происходит, что сказал Павел, что сказали евреи. Аминь. Итак, сейчас у нас будет вторая порция от пастора Лава. Привет, приветствую всех! Доброе утро! Я очень рад видеть всех вас. И я сейчас начну с 23 главы книги Деяний. И я знаю, что в 22 главе Павел вспомнил о своем обращении, как оно произошло. И мы знаем, что он рассказывает об этом в нескольких местах в книге Деяний. И мне это очень нравится. Вы не можете отказаться от реальности измененной жизни. У него жизнь шла в одном направлении, но после того, как он встретился с Христом по дороге в Дамаск, она стала идти совершенно в другом направлении. И его жизнь, точно как и наши жизни, драматически изменились. Люди могут спорить с нами по поводу теологии или же реальности Библии. Но невозможно отвергнуть реальность преображенной жизни. И я уверен, что много раз это происходило со многими из вас, что вы делились своим свидетельством. И вы говорили о своей собственной жизни и о том, как Бог полностью изменил вашу жизнь. И это является очень могущественным свидетельством, которое использует Святой Дух, чтобы достичь других людей. Может быть, наши свидетельства не такие драматичные, как свидетельства апостола Павла. Но результаты в итоге – это одно и то же. Мы совершенно другие, отличающиеся люди. И причиной, почему мы стали такими отличающимися людьми, является Иисус Христос. Итак, в начале этой главы Павел стоит перед Синедрионом. Синедрион был представлен людьми, которые имели похожие положения, когда перед таким советом стоял Иисус. Мы не удивлены тем, как они обходятся с апостолом Павлом, потому что у них уже был опыт, и как они обходились с Иисусом Христом. Первый стих. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, «Мужи, братья, я всею добрую совестью жил перед Богом до этого дня». Какое замечательное предложение, где говорится о том, что совесть чиста перед Богом и сознание Бога. И обратите внимание, что он жил доброй совестью перед Богом. Потому что кроме нас самих Бог является единственным, кто знает о нашей совести. И это интересное утверждение. Послушайте, я живу перед одним, и этим одним является Бог. Я думаю, что если бы мы услышали кого-то другого, кто говорит эти слова, то мы бы сказали, это просто удивительно. Но во втором стихе говорится, что первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. И я думаю, что понятно на основании вот этих составляющих отрывка, что этот первосвященник Анания не мог быть узнан как первосвященник по своим действиям. Также, скорее всего, на нем не было этих одеяний, которые должен был носить первосвященник в служении Богу. То есть Павел и не знал, что это был первосвященник. И Павел сказал ему, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Павел говорил, защищая свое римское гражданство перед этим Синедрионом. Он говорит, слушайте, вы меня хотите судить по закону, но на самом деле идете против закона, да вы лицемеры. Четвертый стих, предстоящие же сказали, первосвященника будешь поносить. Павел же сказал, пятый стих, я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь. И мы видим из этого отрывка, что Павел не знал, что этот человек был первосвященником. Или же, вполне возможно, Павел предполагал, как может быть первосвященником человек, который имеет в своем обиходе такие наклонности. Павел практически говорит, но этот же человек, он ведет себя очень жестко, как он может служить Богу. Это напоминает всем нам о тех назиданиях, которые находятся в пастырских посланиях. И там перечисляются эти квалификации лидера, пастыра, что он должен быть воздержан, что он должен быть добрым, что он должен быть внимательным. Здесь мы видим, что Павел, обнаружив, что это был первосвященник, он был в растерянности, потому что по закону он не может так говорить против человека, имеющего такой сан. И он цитировал из книги Исход 26 главы 20 стихе. И вот Павел находится перед Синедрионом, и его допрашивают таким образом. Он говорит очень интересное в 6 стихе. Обратите внимание, это Синедрион. Это большая группа религиозных лидеров. И когда он посмотрел внимательно на эту группу людей, то он обнаружил, что одна часть у них была саддукеи, а другая фарисеи. И он, зная различия между этими людьми, он говорит, послушайте, но я, сам фарисей и сын фарисея, за надежду воскресения мертвых меня судят. Потому что он знал из своего опыта, что саддукеи не верили в воскресение мертвых, они не верили, что имеются ангелы. С другой стороны, фарисеи верили, что имеется воскресение из мертвых, и также имеется реальность присутствия ангелов. Павел очень четко действует. Он понимает, что он сейчас разделит эту группу людей. Именно это он и сделал. Он сделал так, что фарисеи стали противостоять саддукеям. И некоторые из этих людей, фарисеев, сказали, послушайте, так он один из нас. И суть заключалась в том, что они хотели обнаружить, так Павел относится к их религии. Именно поэтому он предстал перед Синедрионом. Потому что, что касается римского правления, то им было все равно, как там обстоят у людей дела с еврейской религией. И мы видим, как такие суды вершатся, когда Пилат отправляет к религиозным деятелям Иисуса, и религиозные деятели отправляют Иисуса обратно к Пилату. Мы с вами здесь видим, что будто бы апостол Павел следует по стопам Иисуса. И мы видим очень интересную вещь. Бог охраняет его, сохраняет во всех этих обстоятельствах, для того, чтобы довести его до Рима. Потому что на этом совете Синедриона они не могли вынести приговор, чтобы его казнить. Они вынуждены были признать, что да, ему необходимо идти в Рим. И сейчас я поделюсь с вами одним великим принципом, и мы завершим на этом. О чем нам нужно всем помнить. Что иногда самые великие преследования могут происходить из нашей собственной религии. Все это преследование и направленность вызова и противостояния это было из религии, в которой находился Павел. Очень часто и оппозиция, противостоящая нам, может быть направлена из таких же источников. Иногда у нас есть такое предположение, что те люди, которые исповедуют почти как мы, они могут быть нашими друзьями. Во многих случаях так не происходит. И это напоминает мне о том происшествии, которое случилось с Моисеем, когда египтянин бил одного из евреев, и Моисей вмешался и убил этого египтянина. И на следующий день он пришел туда и увидел, как два еврея сражаются друг с другом. Он сказал, ну пожалуйста, вы же братья, пожалуйста, не вздорьте так. И затем эти спорщики набросились на него. Ну что ты с нами сделаешь? Сделаешь как с тем египтянином, которого вчера убил. И там далее в Писании говорится, что Моисей предполагал, что братья поймут, что он делал. Но они не понимали и не поняли, что он делал. И в результате Моисей был очень разочарован, потому что он не получил поддержки от людей, от которых он желал, чтобы эта поддержка была. Так что нам не должно удивляться или же предполагать, что те люди, на которых мы надеялись, что они нас поддержат, не будут поддерживать нас. Нам нужно держаться и взирать только лишь на Христа. Нам нужно учиться слышать лично от Бога. И тогда мы выполним волю Божью в наших жизнях. И тогда мы с вами познаем, что обозначает жить доброй совестью перед Богом. Да благословит нас Бог своей благодатью, чтобы мы жили в доброй совести перед Богом. Аминь. Аминь. Спасибо, Песта.